Защитник Отечества – это герой. Надежда и совесть отчизны святой. Он знает, что мир и домашний очаг дороже богатств, драгоценностей, благ. Вряд ли это мероприятие можно было бы назвать концертом в полном смысле слова. Для защитников Отечества подготовили игры, викторины, стихи, ну и, конечно, песни и танцы. Первым делом, первым делом, самолеты, ну а девчонки, а девчонки потом. Защитники Отечества, бывшие в зале, с удовольствием поделились с собравшимися некоторыми подробностями своей боевой службы, в том числе в нелегкие 90-е годы прошлого века, когда за политическими вихрами армия оказалась не у дел. Работали в колхозах, в самхозах, для того, чтобы взять кусочки мяса, говядину, еще что-то. Это были тяжелейшие годы. Это настолько они мне такую рано в сердце оставили, что, ну вы понимаете, да, когда в столовой приходишь, будучи командиром части или замначальника строительного управления уже, а кушать нечего. Одна из участниц мероприятия, Наталья Казакова, напомнила собравшимся, что среди тех, кто носит гордое звание защитник Отечества, немалые женщин. Я 30 лет проработала в Петровском военном госпитале. К нам мы обслуживали военнослужащих всего, так сказать, вот здесь вот расположенных всех частей. А также во время Афганской войны и войны в Чечне к нам в госпиталь привозили раненых. В подготовке праздника принимали участие порядка 20 человек. Среди них как местные коллективы, ансамбль танца без границ и хор русской песни «Верные подруги», так и активные помощники. Ученик Дыши, поселка Горки-Ленинский Николай Морозов и воспитанники Видновского детского сада номер 41 «Радуга». Эй, скачи, коняшка, шашка на голову, ты не бойся, мама, никого. Посетители Центра «Вера» – участники губернаторской программы «Активное долголетие», в рамках которой люди пожилого возраста посещают различные спортивные и культурные программы. А потому организация подобных праздников – дело нелегкое. Между экскурсиями надо успеть еще праздники подготовить. Эти праздники пошли у нас просто один за одним. 23 февраля, в следующий понедельник Масленица у нас, и на той же неделе, 3 числа, праздник, посвященный женщинам. Так что впереди у коллектива Центра «Вера» и его посетителей большие творческие планы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.